Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, мир, а может быть у кого-то утро, потому что нас смотрят уже во всех частях света, и чему мы несказанно рады, друзья, потому что сегодня, как обычно, 22 Москвы, четверг, 21 октября, и мы вещаем со Светланой Лавровой, которая, как и прежде, готова терпеливо отвечать на все ваши, наши вопросы, которые касаются темы автономии, как же можно жить, не зависеть от этой еды, которая достаточно уже не экологичная, от этой воды, которая не является водой, а просто жидкостью, и как можно еще даже депривировать соль, и в чем я на самом деле убедилась на двух марафонах у Светочки. Итак, добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, очень приятно опять у вас здесь находиться в гостях. Я еще хочу сказать, что по вчерашнему эфиру, Рим, столько отзывов, столько благодарности пришло, и ребята прямо так сказали, мне писали, что очень-очень было приятно тебя видеть, и что ты для многих таким мотиватором стала, потому что там некоторые писали, что ой, мне вот казалось, что я уже не смогу, я уже это не сделала, я уже то. А сейчас, говорит, просто окрылились. У меня четыре человека написали мне, что, говорит, просто все, Рима нас зажгла. Спасибо тебе огромное за вчерашний эфир, просто, просто класс. Ой, мне очень приятно, потому что опять этот экспромт, но на самом деле, друзья, вот я, у меня нет даже, скажем, обычных слов, чтобы сказать, что я теперь живу точно в атмосфере и в мире волшебства, и теперь я уже с этих рельсов не сойду, и как Светлана сказала в завершении второго марафона, теперь вы можете есть, что хотите, у вас просто нет этих привязок, и так и есть. Вот она, знаете, как будто бы какое-то благословение уже дала нам, и мы теперь действительно чувствуем себя, знаете, какими-то более, не то что там творцами, но более осознанными, и, знаете, ушли страхи, страхи ушли, что если что-то там куда-то не пустят в магазин или еще что-либо, то есть нет такой, вообще нет такой причины, из-за которой я могу волноваться. Вот это мне давно было получить. Спасибо огромное, Сидуля. Вот. И что мы еще? Спасибо большое за любовь. Благодарю тебе, Куша, Толечка. Вот, Леночка. Вот, друзья, давайте задавать вопросы Светочке. Если у Светы есть вопросы сейчас, то мы слушаем, потому что я пока перейду на все эти наши форматы и каналы. Пожалуйста, Света. Так, ну мне очень часто задают вопрос, как идет практика с цикломеном, потому что я как раз рассказывала, что я начала капать нос с цикломеном, и очень-очень всего начало выходить. Я могу сказать, что сегодня седьмой день у меня, на пятый, да, на пятый день у меня, я прям почувствовала, что у меня не хватает моей жидкости в организме. Я себе заварила, ну, наверное, грамм 150-200 где-то вот так вот полыни и выпила, потому что, ну, я прям почувствовала, что моему организму нужно нововведение этой слизи. А это было вечером. Я вечером выпила вот этой полыни и благополучно закапала. Но утром, когда я закапала, у меня левая сторона была такая боль адская, прям жуткая, неимоверная. Настолько она была вот разъедающая, как будто бы кость разъедает. И это продлилось, наверное, минут 20. И самое, что интересно, что это все не высморкать, извиняюсь за подробности. Но, тем не менее, я все, что могла, я сделала. Все, что захотела обратно, это... Но я же такой достаточно упертый человек, и мне нужно было еще раз закапать. Думаю, ну, как бы, видимо, не дожгло мне что-то там. И я закапала еще раз. И, видимо, мой организм за эти 20 минут, но, ребят, была боль неимоверная по левой стороне. Вот просто все вот здесь вот. И ухо болело, и голова болела. И просто вот я думала, что у меня пол черепа просто разъезд. И я как раз второй раз, когда закапала, я уснула. Я, наверное, месяцев пять уже так не спала. Меня, видимо, так измотала эта боль, что я уснула где-то часов в девять утра. И в двенадцать часов я не поехала с ребенком на английский, потому что я себя не смогла сковырять с дивана. И где-то, наверное, часа в три я только встала, проснулась. То есть я так долго вообще не спала. И я была вот прям чумная такая. Я думаю, ну все, ну, наверное, у меня уже все. Вечером закапала еще с цикламеном. Такое ощущение, что ничего нет. Причем старшему ребенку капаю. Он так более или менее сморкается. У младшего нет вообще ничего. Я ему капаю, и ему даже высморкаться нечего. То есть настолько вот все там чисто. Я думаю, ну все, пережила. Я это думаю, ну слава богу. На следующий день, на шестой, это было вчера, у меня правую сторону. Правую сторону у меня так обложило, что у меня заканчивалась боль. Вот где начинается голова, вот там. И она была, ну она была не такая сильная, как с левой стороны. Но это была такая тоже неимоверная боль. Я поняла, что я спать уже не могу. Ну я давно уже столько не спала, действительно. Я поехала на велосипеде. Немножечко, видимо, разъездилась. Поехала на велосипеде. Но вот сегодня, как будет, я не знаю. Но у меня еще пока так немножечко, я все равно чувствую, что я припухшая. У меня нос такой красный, потому что постоянно с платками. У меня тут такое на готове всегда стоит. Поэтому вот седьмой день, когда это закончится, еще пока не могу сказать, но чистка идет. Классная штука, наверное. Я вам потом, когда это все закончится, я вам еще расскажу свой опыт, вот как у меня это все проходило. Но все же я, ребята, вам советую, чтобы это было у вас не на сухих днях, потому что нужна жидкость для промывания пазух. И, наверное, как выйдете с сухих дней, либо перед сухими днями, попробуйте, если нужно, очень-очень аккуратно, очень корректно со своим организмом. И нужно очень хорошо разбавлять, потому что это действительно такой ядреный, ядреный корень. Это точно, ядреный корень. Светуль, а может быть, приостановить уже этот цикламен? Я что-то так уже побаиваюсь его заказывать. Ну, ты знаешь, вот я тебе могу сказать, ведь выходит, причем я думала, что у меня, наверное, я была уверена, что у меня уже все настолько пережглось, что у меня этого нет. И когда я начала капать, у меня не было насморка, у меня уже его не было очень давно. И я думала, ну, я как бы закапаю, посмотрю, что будет, и оставлю его, если нужно будет, детям. Я не думала, что у меня пойдут такие чистки. Но когда я закапала, у меня уже после первого раза, у меня просто вот начало, оно вот как вымываться, вычищаться, я не знаю, как это сказать, но просто такое, ну, это я первый раз в жизни. Я давно о нем слышала, но никогда как-то не пробовала. Поэтому не знаю. И в интернете, кстати, очень мало таких, чтобы отзывов, чтобы посмотреть, какие там отзывы. Вот. Но запахи я и до этого чувствовала достаточно уже очень обостренно. И сейчас они такие тоже острые идут. Поэтому вот я не могу сказать, что у меня еще обострились запахи. Но я могу сказать, что я действительно не ожидала, что во мне столько всякой ерунды, потому что я была полностью уверена, что, по крайней мере, слизь у меня пережглась точно вся. Но оказалось, что нет. За семь месяцев, за семь уже, восьмой месяц. Да. Да, мы вообще не знаем, сколько у нас чего там напихано и за эти годы, за десятилетия с таблетками и со всеми. Вот смотри, Светочка, как раз здесь Галина Салдатенко пишет интересный опыт с цикламеном. Я пробовала его 10 лет назад. Произошел сильный отек и ожог. Пришлось бросить. Наверное, надо еще попробовать. Вот. И тут же Сергей пишет, с цикламеном я по-другому капал, агаймолит вылечил в течение двух дней. И когда пробивали, то гноя не было. Вот интересный опыт у БАМ. Да, но его прям нужно разбавлять очень. Прям я разбавляла. У меня он пришел уже цикламен водный. Есть он на масле, есть на воде. Он уже разбавленный на воде, и там нужно было разбавлять либо одна капля к 15, либо к 20. Но так как я еще детям капала, я разбавляла одну каплю к 30 каплям. То есть я достаточно сильно разбавляла, чтобы не было именно ожога слизистой. Но я рассчитывала, что у детей пойдет очищение. Мама взяла все очищение на себя. Как и поможет. Смотрите, красиво тебе досталось. Ну что ж, я здесь немножко задала... Я жду уточняющего вопроса от Олега, который спросил про зубы, но непонятно, что именно про зубы он спросил. Поэтому... А есть ли у нас другие вопросы и желающие в чате, которые у нас в зоне, ребята? Включайтесь, у кого есть вопросы. Пожалуйста. Пока, ребята, с вами зачитаю вопрос тогда, потому что мне их тоже много набросали. Светлана, здравствуйте. Можете ли вы провести марафон для англоязычной группы? Я мог бы быть переводчиком. Если к вам обращаться, то свяжитесь со мной. У меня также есть интересующие... Интересующиеся вашими марафонами. И я готов быть организатором марафонов по сухому голоданию и по депривации сна. Англоязычные марафоны, да, с удовольствием, если есть желающие, то, конечно же, можем провести, потому что был такой опыт. Мы уже проводили англоязычные марафоны. И достаточно, как бы они успешно проходили у нас. Поэтому, конечно, связывайтесь. И я думаю, что этот момент мы с удовольствием с вами обсудим. Отлично. Хорошо. Уже проявляются все больше и больше англоязычных. И вот у нас Сергей снова в гостях. Привет, Сергей. Включайте микрофончик. Микрофончик включайте. Да, ждем. Как у вас дела за неделю? Коротко. Меня слышно? Слышно. Слышно. Цикламен немножко по-другому я делал. В течение двух дней, то есть, когда мне тоже были проблемы гайморит, то сделали снимок. Минуточку, Сережа. Сережа, вас плоховато слышно. Чуть-чуть поближе к микрофону. Либо просто погромче усилия. Спасибо. Цикламен. Это давно было. Давно было. И получается, как? Тоже, когда делали снимок, гайморовая пазуха, пазуха, какая, правая или левая, какая-то, я не помню, или правая или левая, забита была полностью гноем. Слышно? Слышно, да? Когда-то давно, когда-то давно у меня был тоже сильный гайморит, и температура была высокая, и когда делали снимок, то пазуха была забита полностью гноем. И направили на пробивание, на пробивание в больницу. И с одной бабушкой я говорила, она как сказала, берешь цикламен, вот эту саму луковицу, луковицу цикламена, берешь, разрезаешь, натеряешь на терку мелкую, выдавливаешь сок. На марлю, то есть на марлю выдавливаешь сок. И сколько этого сока, столько взять постного масла. Это все разбавляется, потому что постное масло не даст обжечь, обжечь слизистую. И на пипетку там будешь капать себе. Ну, сразу сказал, жжение будет сильное. Ну, я так сделал. Постное масло, постное масло, цикламен выдавил туда это все, на пипетку, и туда, и туда. Ой, как начал я чхать, как начал я чхать, как было жжение такое, но, как мне оттуда начало все вылетать, и когда я уже в больницу пришел, ну, смотрят на снимок, ну, и мне взяли это все, туда пробили, ничего не нашли, странно. На снимке есть гной, а тут мы туда не лекарства, там промывку делают специфическую, ничего с туда не раскакал. Вот так за два дня, точнее, за один день гайморит я свою вылечил. Но там, ядреные. Прекрасный, прекрасный опыт, Сергей, вообще. Возможно, действительно на масле, потому что я тоже слышала, что рук тоже на масле. Я медик, я тоже разбираюсь. Нет, все хорошо, за подробности благодарим. Вот. Вопрос есть, Сергей? у матроса нет вопросов. Отлично, пока нет, тогда мы выключаемся, а Светлана, вижу, хочет нам вопросик зачитать. Хорошо, спасибо. А вопросик зачитать так. На этом канале в какой-то трансляции рассказывали про 100 килокалорий в виде трех яблок. И типа через эту практику заход. Вопрос, пробовал ли автор или ученики такой метод? Ну, я так полагаю, что, наверное, это, можно сказать, что это малоедение, но я бы, наверное, была очень аккуратна с таким малоедением, потому как все-таки ребята должны понимать, что пока у нас организм не перестроился на внутреннее питание, пока он не начал вырабатывать свои витамины и микроэлементы, то, наверное, даже малоедение, оно должно быть каким-то максимально сбалансированным сбалансированным, чтобы по максимуму избежать сильного выпадения волос. У кого-то расшатываются зубки, у кого-то кожа очень сильно сохнет. И чтобы вот эти нюансы как-то немножечко сгладить, я все-таки рекомендую, чтобы малоедение оно тоже было разумное. И если какой-то один фрукт или овощ остается, то, наверное, нужно смотреть за своим телом. Я не пробовала так, у меня не было такого сильно прям малоедения, я как-то сразу же начала на сухие 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 ходить. И у ребят, которые проходили со мной марафоны, тоже особо не рассказывали, что они были там на каких-то яблоках. Такого опыта нет. Замечательно. У нас сегодня больше эфир про цикламен. Я так понимаю, да. Тут тоже пишут, что литры цикламена на гайморит потратил, но... А, и написано, он неизлечим, типа гайморит, видимо. Вот так говорят. Гайморит неизлечим. А мне кажется, у нас, наверное, все неизлечимо, если мы на еде, да? Это же нужно тоже понимать, что если мы... Это же зависит от нашего образа жизни. Если мы что-то начинаем от чего-то излечиваться, если мы будем продолжать тот же образ жизни, то, наверное, смысла в этом особого не будет. Если мы от чего-то избавляемся в своем теле от чего-то лишнего, как мы считаем, то, наверное, нужно и поддерживать это состояние какими-то уже иными способами, нежели раньше, которыми мы пришли. Еще вопросик зачитаю быстренько. Вы в клубе проводите марафоны только по сухому голоданию или по депривации сна тоже? Мне 80 лет, терять мне нечего. Хочу к вам в клубе. В клубе, да, у нас каждую неделю идет депривация сна, проводим эфиры, марафон. Вот сейчас у нас в понедельник будет марафон. В клубе решили такой марафон лать с большой-большой поддержкой, потому что нас там уже достаточно много человек. Я думаю, что нам там будет весело. У нас будет 5 дней марафон длится. И там будут спикером не только я, но и будут ребята. Будет Рима, будет Настюша у нас, которая с нами позанимается зарядкой. Будет Светлана, которая нам сделает выход эмоций через танец. И будет у нас Лариса, которая расскажет свой опыт, который тоже, по-моему, совсем она у нас молодая, юна, 72, по-моему, она у нас самая бойкая всей нашей компании. Поэтому присоединяйтесь. Да, кто моложе. Сергей, я там вам написала в личку, пришлите ваш номер телефона, мне вот здесь в чате, если можно. Ну что ж, и вот здесь еще спрашивают Олег из Англии, судя по всему. Интересно ваше мнение о том, что такое сны, которые мы видим? Спрашивают у Светланы, которая мала скидет. Ребят, я уже в сон, чтобы в сон уйти, я уже давно не проваливаю сон. У меня нет сна, который длится по несколько часов. У меня, как правило, если я и подсыпаю, то он идет такой очень короткий, что я не успеваю упасть в это глубокое состояние со сновидений. Поэтому я как-то все время в этой реальности. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос, какой сон. Раньше бы, наверное, ответила, сейчас мне эта тема пока не интересна. Может, что-то изменится, и я вам тогда буду рассказывать. отлично. Если есть кто хочет задать вопросик, пожалуйста, друзья, включайтесь. Вы все опытные у нас в зоне. Пожалуйста, пожалуйста, Лилечка, вижу тебя, Леночка, пожалуйста, Оля, Лариса так же. Пожалуйста, мне нравится. Ребята, в связи с цикламеном я просто подумала такую вещь. Нельзя ли вообще использовать, скажем, чеснок, сделать чесночное масло? Вот так же, как рассказывали, цикламеновое масло тоже, в общем-то, очень такой сильный антисептик. У чеснока там немножко другие свойства, и чеснок, он будет как раздражающий слизистую оболочку, но он не выведет то, что у нас уже, так скажем, прилипло. То есть он прочистит пазухи, насколько это возможно, но то, что у нас вот наши сопли, которые из нас выходят, почему вот это вот гаймаровые пазухи забиваются, они настолько трамбуются, что они превращаются в кость. Практически в костную ткань. И чеснок это он не разъедает, то есть он промывает те каналы, насколько вот они у нас есть, большие или маленькие, насколько они у нас открыты. Вот он их промоет, прочистит, но вот то, что у нас уже утрамбовалось, чеснок это не разъест. Поэтому там немножечко другие эффекты. то есть ты думаешь, что цикламент более агрессивный, чем чеснок? Ну, это же, да, это же ядовитый корень. У него именно вот свойства, у него другие. Он, я не могу сказать это по-научному, я читала, но у него как раз есть тот компонент, который вот эту вот твердую ткань, он ее разжижает. И именно поэтому вот этот гной начинает выходить. Сергей, продолжайте, вы там что-то хотели. Слышно, слышно. Тот, кто задавал вопрос, хочу ответить, что не нужно придумывать велосипед заново. Вот есть вот так, значит, нужно делать вот так. Чеснок кто-то, петрушку, там, укроп начнет вот это все. Вот как я сказал, вот сделай вот так и проблем не будет. А то начинают придумывать разные это, а потом через ухо что-то полезло, потом туда что-то запихнуло, оно не подействовало и так дальше. Сережа, когда вы будете вести эфир, вы так и скажете, да. Пока вопрос задает Светлана. Не, ну я в шутке, я просто любитель, ну как. Ну, Сергей, вам следует подумать вот о чем, что не всем, не везде все доступно. Я этот вариант придумала, потому что цикламент там, где я нахожусь, недоступен. он в цветочных, меня слышно? Он в цветочных магазинах продается. Да, там луковица, Лилечка, луковица продается. именно луковица. Именно луковица. луковица. Можно я тогда тоже добавлю. Я тоже не могла найти цикламент, поэтому я его заказала просто через интернет-магазин. Вот видите. Вы просто выбираете на водной основе, либо на масляной основе. И в зависимости от того, через какой интернет-магазин вы заказали, в зависимости от этого просто будет время. У меня пришел он в течение трех дней. Или я пришлю ссылочку, которую я получила от Светочки. Ребята, это вы нашли ссылку, где у вас этот магазин находится на территории России, какой-то республики, потому что они не высылают туда, где я. Понимаешь? На Амазоне нету. Посмотри на Амазоне. У вас там что? Я смотрела на Амазоне, я смотрела на Ибэе, и я смотрела на Эйтси. Возможно. Сергей, что там у вас? Слышно? Нормально? Там, если более ядреные, то один к одному. Если хотите, чтобы он, ну как, ну, немного опасаетесь, то возьмите масло две части, а то он действительно там обжигает немного. Ну, я брал один к одному, ну, там ядреные было, а кто-то более, ну, как, щадящий, то брал там одну, одну цикламена, сколько выдавил, и две масла. А, еще знакомый тоже порекомендовал, у нее там всю жизнь насморк был, никак, за раз только вылечила все. Но там она бегала, скакала, прыгала, но помогла, да, я вытерпела, но помогу. Благодарим, Сергей. Хорошо, хорошие ремарочки. Ладно, Лиль, мы тебе как-нибудь это самое, как это назвать, себе закажем и тебе отправим потом, слышно, Хорошо? Это, да, это самый действенный способ. Спишемся. Ну, что ж, Светлана, можно ли мне зачитать, или ты готова, там что-то у тебя есть, да? Давай. А можно зачитать, можно зачитать, чтобы мы с тобой по очереди. Ну, в общем, смотрите, здесь идет о том, что вопрос, значит, скажите, как малоедение может помочь в поиску предназначения и уходят ли страхи на малоедение? Пожалуйста, приведите примеры. У нас так люди любят искать свое предназначение, почему-то они настолько потеряны, наверное, перед тем, как искать какое-то предназначение, нужно найти себя. И как только вы себя находите и себя осознаете, вот эти вот вопросы у вас, они автоматически отходят. Ну, и, конечно же, не будет никаких страхов. А что касается уходят ли страхи на малоедение, то тут, наверное, еще стоит вопрос задать, что в вашем контексте подразумевается под малоедением, какие критерии вашего малоедения. Но я все же думаю, что если мы находимся на еде, то это очень, даже если это малоедение, то это, наверное, очень как-то полезно для организма и для каких-то очистительных аспектов нашего аватара. малоедения. Но если мы говорим о каких-то познаниях себя, то у меня на малоедении не получилось найти себя, познать себя и вот пройти вот этот процесс, который я прохожу сейчас. Поэтому на этот вопрос я вам не могу ответить, но здесь еще очень важно, что вы имеете в виду под словом малоедение. Да, у кого-то это трехразовое питание, малоедение, а у кого-то это один вкус яблочка или виноградинка. Точно. Хорошо, Светуль, какие там у тебя вопросы на YouTube-канале пока закончились? Что будет на встрече в Екатеринбурге? Ребят, я в Екатеринбурге буду со 2 по 6 число, и там девочка, я как раз в сторис выкладывала, и у меня, по-моему, в ленте есть, девочка занимается организационными вопросами. Четвертого числа в 11 часов будет встреча, и там будут такие вопросы. Я там буду рассказывать, наверное, отвечать на вопросы по большей части и где-то рассказывать свой опыт. Поэтому, если кто в Екатеринбурге либо где-то близко, то присоединяйтесь. Там даже люди 4 ноября, со 2 ноября, Светочка, я немножко, это, это ноября, тут, видишь, числа, да. Да, 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 со 2 ноября. 4 ноября как раз будет встреча. Хорошо, итак, Екатеринбург и область Свердловская вперед, приезжайте к Светлане. Я думаю, что там давно не было таких людей после Рапаева, Костя. Класс, класс. Еще тогда вопрос пока никто не задает. Из-за чего у автономов онкология? Нехватка сна и минералов? Ну, я, наверное, все-таки начну, что автономы, я все-таки считаю людей, которые автономы, это, наверное, те люди, которые без еды и жидкости, наверное, около двух лет. Вот этих людей я могу назвать на автономии. Все остальное, то есть такие люди, как я, либо кто-то меньше, кто-то больше, мы, наверное, все-таки еще в процессе, потому что у нас идут чистки как физические, так и психические, так и психологические. И поэтому вот автономом я себя в полной мере, конечно же, я не могу назвать еще далеко. Это первый момент. И второй момент онкология, наверное, все-таки начинается не у автономов, а у тех людей, которые находятся на каком-либо питании. И от стадии онкологии зависит, на какой стадии они вошли в процесс автономии, когда они начали свое излечение именно этим способом. И от этого, наверное, уже стоит отталкиваться, потому что я не знаю ни одного человека, который, например, был бы без еды, без воды там 2-5 лет и на 6-й год он сказал, ой, вы знаете, вот у меня вот онкологию нашли. Я таких людей не знаю, поэтому онкология все же, наверное, это больше к традиционному питанию. на самом деле очень большой процент онкологии излечивается именно нееденным, даже хотя бы каким-то сыроеденным в конце концов. Хорошо, Светочка, вот здесь добавочка есть у нас от Алины о том, что она спрашивала про предназначение и малоедение. У нее малоедение это раз в день фруктовый фрукт. Вот, так что, собственно, наш человек ну да, это ближе, наверное, все-таки к какому-то облегчению своего аватара, к облегчению сознания, наверняка вы сможете прийти в это состояние, но я пришла другим путем, поэтому подсказать я вам не могу. И все же малоедение, я считаю, это, ну, это мое мнение, да, когда я просто по себе скажу, что малоедение это, наверное, когда ты не каждый день кушаешь, потому что если у тебя каждый день идет процесс пищеварения, это все-таки еще идет еда, потому что если мы будем прислушиваться к своему организму, вот такое вот интуитивное питание, да, то интуитивное питание нам показывает, это уже доказано учеными, что кушать мы хотим примерно раз в месяц, раз в два дня, раз в день, раз в два дня, вот, и когда люди начинают говорить, что я мало кушаю, кушаю один раз в день, это для нашего организма, для нашего взрослого аватара, когда у нас завершился процесс роста в организме, то это стандартно нормальная еда, то, что мы его расширили до трех раз в день, то это не норма, это просто мы расширили по каким-то своим причинам, вот, поэтому малоедение, это, наверное, скорее всего, что, когда вы кушаете хотя бы там раз в два дня, раз в три дня, это по моим меркам. у меня как таковые вопросы здесь закончились, вот, да, единственное, что вот дыхание может заменять питание, именно только что написала, и ее же вопрос, кстати, как вы понимаете явление аутофагии, спасибо, про аутофагии очень много написано в интернете, и там, по-моему, даже была Нобелевская премия по этой аутофагии, поэтому я не думаю, что стоит еще заострять внимание на том, что на каких-то чужих иных высказываниях, вот, я все-таки здесь предпочитаю делиться, ребят, своим опытом, чтобы не задевать каких-либо других спикеров, потому что мое мнение, оно никак не отразится на том, что они уже высказали, и мое мнение никак не отразится на том, что вы должны воспринять для себя из этой информации, поэтому, если, а если мы говорим, что про дыхание, так, дыхание может заменять питание, дыхание может заменять недыхание, я бы сказала так, потому что дыхание и питание – это абсолютно разные вещи. Просто некоторые практикуют дыхание, но это, наверное, как инструмент тому, чтобы перейти на какой-то иной вид питания, то есть на малое, уйти от беды. Но это не замена, это инструмент тому пути, к которому вы идёте. Так, ну про запах тут, наверное, уже ответили, да? Скажите, пожалуйста, я чистку касторкой. Сейчас на втором дне без воды, еды и сна. Хочу воды. Появился запах с рта неприятный. Подскажите, что делать, как грамотно войти в автономию? Ну, когда идёт чистка, он в любом случае будет запах не только изо рта, но и от тела. Но чтобы это минимизировать, мы уже несколько раз говорили, попробуйте гвоздику. Несколько палочек гвоздики кладёте под язычок, и у вас тогда вот этот вот запах, по крайней мере для общения с кем-либо, он немножечко устранится и будет более приятным. Что касаемо, что хочется воды, то есть сушить во рту, то можете тоже уже говорили, взять пуговку и просто её положить в рот и как конфетку её сосать. Появляется сосательный рефлекс, выделяется слюна. И эта же слюна у вас максимально очищает ваш пищевод. И у вас процесс чистки, он пойдёт чуточку быстрее. Здравствуйте. Будет ли Иван-чай или липовый чай, или другие травы являться едой? Едой это являться не будет, но жидкостью будет. И, ребят, с травами нужно очень-очень аккуратно, потому что травы у нас, когда у нас более или менее чистый организм, то есть трава – это всегда какое-то природное какое-то лекарство. Если вы чувствуете, что эта трава вам действительно нужна, то нужно очень-очень пунктуально выбирать именно для вас эту концентрацию травы. Потому как если мы её сделаем достаточно ядрёной такой, то получается такой процесс, что те эфирные масла, которые не смогли усвоиться нашим организмом, они у нас оседают на внутренних органах. И потом их можно будет вымыть только водой. Но чтобы вымыть водой, вода должна в нас войти, и она должна у нас структурироваться под наш организм. И только потом она будет вымывать вот то, что у нас осталось от этой травы. Поэтому с травой нужно очень аккуратно, в очень маленьких дозировках, я всё-таки советую, и не увлекаться. Хороший вопрос, да, по поводу воды, да, в отдых процедур холодных от Сергея. Нужно ли разогрев предварительно, как-то, редяными, вот этими, да, холодными? Светочка, нужен ли предварительно разогрев тела при приёме холодных процедур на скребнях, когда мёрзнешь? Ну, это зависит от вашей подготовки, да, потому что если вы часто, если вы, в принципе, любите холодную воду, если вы закаляетесь, если вы очень часто принимали, например, до этого контрастный душ, и ваше тело готово к холодной воде, то, наверное, разогрев какой-то не нужен. Если для вас это не такой, не такая привычная процедура, то я бы, наверное, всё-таки порекомендовала начать с контрастного душа, чтобы приучать своё тело. Именно тёплая, очень тёплая вода, холодная, но заканчивать нужно всегда холодной водой. И чем больше вы постоите потом под холодной водой, но не перемёрзнуть, а именно, чтобы слегка замёрзнуть, только после этого ваше тело разогреется. Но это если нет подготовки. Если подготовка есть, то можете сразу же принять холодную душ, холодную ванну, и тогда у вас пойдёт процесс именно нагрева в ваших внутренних органах, у вас пойдёт вот этот вот разогрев, очень хорошо пойдёт. Или если вы совсем мёрзнете, мёрзнете, то попробуйте ушки. Очень-очень сильно растереть ушки, можете их просто растереть. Можете взять масло гвоздики, есть эфирное масло гвоздики. Можете взять, знаете, вот такие вот звёздочки, они снова стали продаваться в аптеках. Я помню в детстве такие вот звёздочки, которые фиг откроешь, поэтому их очень-очень аккуратно закрывали, потому что открывали их потом всей семьёй, но сейчас они открываются хорошо. Тоже можете взять звёздочку и прям ушки хорошо-хорошо-хорошо помассировать, а потом в холодный душ. И прям после разогрева ушей, после холодного душа, у вас на более длительное время останется прям такой жар в теле, достаточно приятный. Хорошо, затритесь потом ещё. После душа растирайтесь хорошо. Да, ещё вопросик по вакцине, Инночка спрашивает. Как очиститься от вакцины? Есть ли у тебя способ, Свет? Ну, я всё-таки думаю, что если кому-то пришлось всё-таки поставить вакцину, такое у нас сейчас сплошь и рядом, то, наверное, во-первых, нужно головой подготовиться, что наше тело может вывести из организма абсолютно всё. Поэтому, во-первых, убрать все страхи, не накручивать себя, что в тебя там вогнали что-то такое неимоверное. Если уж это случилось, значит, просто это факт случилось. И я бы, конечно, бы рекомендовала очень-очень технично и очень тактично входить в сухие дни. Входить в сухие дни я бы, наверное, всё-таки рекомендовала после вакцины на зелёных коктейлях, потому что они дают вот эти вот микроорганизмы, которые, ну, наверное, на этот момент очень необходимы нашему организму в процессе сухих дней обязательно гвоздика, которая, она всё равно вымывает всё, что не нужно из нас, и выход обязательно наполынет. Вход и выход в сухие дни это очень важно, поэтому не игнорируйте, не делайте акцент на количестве сухих дней, сделайте акцент на качестве именно входа и выхода. Пусть у вас будет 36 часов, но чтобы это было настолько сбалансировано, чтобы ваш организм вас поблагодарил за это. Я хочу немножечко относительно входа и выхода, так как мне пришлось участвовать в первом и втором марафоне Светланы, но вот в этих крайних. И когда я в первый марафон зашла без, скажем, не на том, о чём Светлана сказала, не на зелёных коктейлях, зашла на арбузах и вышла тоже не на полыне, а на чём я там вышла, на коктейле вот этом, да, кокосовое молоко, я сделала себе там типа латы, да, на кокосовом молоке. А на самом деле, ну, я долго, во-первых, не продержалась, и у меня были соблазны, совершенно по-другому работало сознание. И когда я пошла на депривацию, марафон депривации, там я соблевала все инструкции, и это было неимоверно легко. Депривация, к тому же, ребята, была просто вообще четверо суток, я из них подсыпала, первые двои суток я по одному разу только подсыпала, представляете, 15-20 минут, и только на третьи сутки уже побольше. Количество подсыпок было два, по-моему, у меня, по 15 минут. Вот, поэтому, да, действительно, вот вход на зеленых коктейлях и выход на полыни просто вообще феноменальный способ. Я подтверждаю. Спасибо. Да, тут еще Ирина пишет, Света, перед понедельником чистые дни в группе, это в закрытом клубе как раз, лучше почиститься, значит, четвертый день начинает колбаситься. Заранее, в принципе, это не обязательно, это на ваше усмотрение, но у вас будет один день на то, чтобы достаточно экологично войти в сухие дни, поэтому в первый день вы можете и почиститься. Первый, начало второго, поэтому я думаю, что прям каких-то определенных усилий смысла нет. Ребята, я просто предлагаю, вот здесь такие вопросы пошли, опять одни и те же, как заваривать полыни и так далее. Входите к нам вот в этот клуб, который всего 500 рублей абонентской платы в месяц, и там мы с понедельника все стартанем, пойдемте на сухие дни, которые Светлана предлагает нам, 4-5 дней с депривацией сна. Света, с депривацией я правильно поняла? Конечно, конечно, мы же ночью еще будем танцевать. И там, ребята, там просто чудеса, вот когда с депривацией сна, просто волшебство у каждого свое, поэтому вперед, я думаю, что там ссылки, как всегда, будут, лучше всего зайти в клуб и с тем потоком нам пройти. Мне кажется, уже пора. Такой подарок, тем более от Светланы прекрасно. И это будет в понедельник, еще до твоего отъезда, Светочка, да? Да, да. Отлично. Все, благодарю. Хорошо. Тут тоже у меня вопрос такой. Нужно ли бороться с нашим умом? А ум вообще наш? Вот кто задает этот вопрос? Задайте себе вопрос. А кто спросил про этот вопрос? Кто спросил про ум? И если, ребята, у вас появляются такие вопросы, да? Кто, где ум? Нужно ли бороться с умом? Нужно ли бороться с этим? Нужно ли что-то делать еще? Всегда возвращайте ваше внимание внутрь себя и начинайте спрашивать. И начинайте спрашивать, кто спросил это? Кто хочет есть? Кто задает этот вопрос? Кому непонятна такая-то ситуация? И я не буду говорить, что с вами будет происходить. Вы это отследите сами, самостоятельно, своим опытом. Благодарность, Светочка, за такой подарок, действительно, Ирина пишет Лебедева, что есть такая возможность в понедельник нам всем зайти. Это действительно хорошо. Друзья, у нас остается где-то 10 минут, поэтому поторопитесь выходить, открывать свои микрофоны в нашем чате Zoom и писать вопросы на канале YouTube. Пожалуйста. Ну, если есть на YouTube, то можно зачитать, потому что у меня здесь еще пришел такой вопрос. Зачитаю, зачитаю, пожалуйста. Есть ли у человека свобода выбора? Ну, это, наверное, такой вопрос ближе к философии, да? Есть ли у человека свобода выбора? Здесь, наверное, я бы сказала, ваши критерии свободы и что вы подразумеваете под словом «выбор». Потому что если мы говорим о выборе, то можно выбрать, чем писать, карандашом или ручкой. И это ваш выбор, да? Но если мы пришли в какое-то место, где нам уже пришли в то место, где есть свои правила, чем писать, карандашом или ручкой, то здесь уже выбор идет в другом. Останетесь ли вы в этом месте со своим выбором? Либо со своим выбором вы уйдете с этого места, где есть уже свои правила и свои границы. Поэтому если мы будем говорить о том, что есть ли у человека выбор, есть ли свобода, то это, наверное, проще разобрать в каком-то индивидуальном контексте с вашими индивидуальными критериями. Тогда это будет более, наверное, экологично. Иначе мы с вами просто будем разговоры разговаривать. У меня вопросики вроде все закончились. На самом деле мы будем всегда разговаривать, пока сами не попробуем. И тогда будет более предметный разговор через опыт каждого из нас. Потому что пока я остановилась на том... Пока я была в остановке на том опыте, который у меня был, и не шла дальше, то мне лично и нечего было спрашивать. И вот эти вопросы вместе с вами, они катались по кругу, друзья. Поэтому давайте начнем практиковать, если есть интерес. Если это просто какие-то опять дежурные вопросы, то, пожалуйста, уважайте время, Светлана. Спасибо. Да, ребят, если хотите попробовать, присоединяйтесь в клуб. Если не понравится, на следующий месяц уже не пойдете в клуб. Это всегда... Здесь выбор ваш. Всегда можно выбрать. Если кто-то хочет более глубоко уже углубиться в какие-то практики, то, конечно, уже тогда можете идти на марафоны. И возможности меня, и марафон депривации. Поэтому выбор всегда... Вот в этом смысле выбор всегда завален. Отлично. Сергей, вы включились с вопросом? Нет, нет, нет. Это случайно. Я пока изучаю, что к чему и как. Хорошо, тогда надо выключить микрофончик. Друзья, может быть, мы сделаем рекорд и закончим сегодня за 55 минут наш эфир. Следующему четвергу подготовят ребята вопросы. Абсолютно. Либо зайдут по ссылкам Instagram, Telegram. Заходите слева по ссылкам. Каждая ссылка вас приведет в закрытый клуб. Школу автономии. Правда? Да. Ну вот, я думаю, что мы так и сделаем. Большое спасибо вот идут действительно тебе, от ребят, Светочка. И я тоже хочу сказать, от имени тех, кто еще не присоединился и не посмотрел этот эфир, я тебе говорю огромное спасибо. Потому что тем и хорошей YouTube-канал, что можно смотреть и через год, и через десять, и через сто лет. Эти эфиры прекрасны. Друзья, ну давайте тогда заходите в клуб, проходите по ссылочкам, и если вы получите опыт, то в четверг вы уже поделитесь на эфире своим опытом, личным опытом. И я думаю, что вы сами почувствуете, что это гораздо эффективнее, чем просто сидеть и смотреть со стороны замученной скважины. Хорошо? Ну что ж, мы будем прощаться. Да, я всех благодарю, кто был на эфире, всех благодарю, кто смотрит записи. Очень приятно, что у вас столько вопросов. Очень приятно, конечно, мне это очень льстит, что вы задаете мне вопросы, что вам интересно мое мнение, мой опыт. Спасибо вам огромное, Римочка. Тебе спасибо. И Автополстару, конечно. Взаимно, да, у нас еще Автополстар за кадром, наш самый главный предводитель всего этого. Спасибо огромное за то, что он такую миссию несет, действительно, для того, чтобы люди могли видеть всех спикеров и могли принять этот опыт. Светочка, огромное тебе спасибо, приятного вечера и до встречи в понедельник на твоем подарочке. Всего доброго.